В мужики раз пришли жалобы, что чудище загрызло бабу у колодца, а раньше там ещё какую-то девоньку. Но в Велине это обычное дело. А мои женщины? Анна, как всегда, тихая, как мышка. Тамара занята своими делами. Ничего необычного. Возможно, их похитили. У тебя есть враги? Какие там враги? Мужичьё всякое там недоёбки. На мою семью ни один не осмелится руки поднять. А те, что могли бы осмелиться, давно уже червей кормят. Должно быть, двум женщинам тяжело жилось в таком месте. Что это значит в таком? У них тут было всё, что душа пожелает. Перепёлки на обед? Пожалуйста. Голубые ленты из тусента? Сколько пожелаете? Я имею в виду общество твоих людей. Они твоим женщинам. Не докучали? Не-е-е. Они те ещё разбойники, но своё место-то знают. Они понимают, что если хоть кто-нибудь глянет на Анну или на доченьку мою, я с него шкуру спущу. Этого всё ещё мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашёл или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Всё равно дверь открывать. Знаешь, дочка моя в детстве очень любила звери. Как-то увидела на стене олень и рога и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка, говорит. А у этого оленя попа за стеной. Понял? Если ей кто зло причинит, убью нахер. Пришли. Вот, сука, опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. Только не устраивай тут бардак. Тогда они вернутся. Пусть всё будет так, как они оставили. Деревянный подсвечник. Ножка сломана. Свежие цветы. Он что, надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Стена другого цвета. Будто ещё недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Стена другого цвета. Будто ещё недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Так ты будешь комнату осматривать? Продолжение следует... Кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну как, уже осмотрелся? Я нашёл куклу в комнате Тамары. Можешь что-нибудь о ней рассказать? О кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, её использовали для обрядов чёрной магии. Откуда она у Тамары? Чёрная магия? Чёрная магия? Ты сдурел, что ли? Да я её сам для Тамары сделал. Ей тогда было лет пять. Мы были на ярмарке в Изиме. Тамара увидала чародейку эту, Трис Миригольд, и сказала, что хочет куклу. Ну, как эта чародейка. У меня денег-то не было на такие вещи. Я взял и сам сделал ей эту игрушку. А, так это Трис. Да, теперь вижу. Очень похоже. Правда? Время её порядком потрепало, но она всё с ничего. Если у тебя с Нильфгаарцами ничего не выйдет, ты всегда сможешь стать кукольником. Ха. Кажется, я что-то пропустил. Пойду ещё посмотрю. Стена другого цвета. Будто ещё недавно здесь что-то висело. Ммм. Может, эта картина по размеру подходит? Барон и его жена. Выглядят счастливыми. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны. Так, интересно. Похоже, эта деревяшка – ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Хм. Похоже, тут дело дошло до драки. Поищу ещё следы. Свежие цветы. Он что надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Словный подсвечник, пятна от вина. Кто-то разбил бутылку. Эрвилюс из Туссента. Хорошей выдержки. Долго не выветривается. Интересно, куда ведёт след? Чёрт, след обрывается. Можно поискать здесь что-нибудь ещё. Хм. Еловая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Ну как, уже осмотрелся? Повсюду несёт вином. Что в***лось? Ну, это должно быть мои ребята. Такая пьянь. Ты даёшь своим людям Эрвилюс? Ох ты, ну может и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое это имеет значение-то? Тут вином везде несёт. В комнате я нашёл следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? Ты о чём? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они ещё дрались. Да я не... Не знаю я ничего об этом. В ту ночь я... Я пьян был и ничего не помню. Я проснулся, когда их уже не было. Но вы же здесь не одни живёте. Может твои люди что-нибудь слышали? Я б всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Узнаёшь этот медальон? Хм... Да. Анета носила его в последнее время. Ты знаешь, откуда он у неё? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожей? Ворожей есть. Старая чародила. Живёт недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья ещё есть в Подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим выражаем. Только имей в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца Сетирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебётся. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Недавно! Недавно! Красиво! И ноя Stelluman! Не влонсуй! Недавно! Значит, здесь ночевала Цири. Неясная природа проклятий Лидия Ван Брэдэворд. Откуда у неё такое? Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот грядка... Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Бахрама! Бахрама! Ты грядка? Я. А ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Это не твоя? Волчок! Где ты его нашёл? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что я пришлась уехать. Вы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь. Значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла? Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это, какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, её уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала, но она сказала, что я маленькая и всё равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зелёный камешек. Ух ты, красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Спасибо, но иди играй дальше. Я не играю. Я помогаю. Ты убьёшь всех, чудовищ? Всех! Продолжение следует... Продолжение следует...